В студии программы «Открытая власть» Олег Соловьев, здравствуйте. Тему городского освещения в Десногорске не обсуждал, пожалуй, только ленивый. Недовольство горожан вышло на новый уровень после нескольких ДТП в черте города, итогом которых стали травмы участников движения. Ситуация с городским освещением с октября прошлого года находится на личном контроле главы Десногорска Андрея Шубина. В городе наконец-то стало светлее. Иронично замечают некоторые десногорцы. Но пока благодарить за это можно только приближающееся лето. Уверенный шаг по улицам днем сменяет осторожная поступь с наступлением темноты. Светило атомной отрасли Десногорск по ночам меркнет во мраке неработающих фонарей. Из пяти тысяч лампочек работают далеко не все. Ждет ли город светлое будущее? Где-то не хватает мощности светильников, где-то они неисправны, а где-то поработали вандалы. Но долгожданный свет в конце тоннеля, кажется, становится все ярче. Мы приняли решение установить пробные светильники. Они были установлены на дороге Н-11 в количестве 26 штук. Новые светильники и сопутствующие оборудования были установлены в 2019 году компанией служба благоустройства. В Едине находится уличная сеть с придомовой территорией. Ее регулярное обслуживание и текущий ремонт. Кроме этого участка в прошлом году был выполнен капитальный ремонт рений на автодорогах Н-2, Н-7, Н-8 и на центральной площади у фонтана. В эту же организацию обращаются и жители по отсутствию освещения на улице. За неделю собираем заявки, отправляем подрядной организации. Они выезжают и в течение дня эти заявки выполняют. Настоящая же световая революция Десногорск ждет в ближайшее время. В результате продолжительных конкурсных процедур в марте 2020 года был заключен контракт по повышению энергоэффективности Десногорска и внедрению новых световых технологий. В итоге мы заключили энергосервисный контракт с победителем ПАО «Ростелеком». На сегодняшний день мы теперь ожидаем от него, что в течение 152 дней он у нас будет проводить замену всего энергосервисного оборудования. Энергосберегающие светодиодные лампы и светильники появятся на улично-дорожной сети, придомовой территории и в парковых зонах. Всего более 1600 штук. С нашей стороны никаких сложностей нет, потому что Ростелеком большой опыт в реализации энергосервисных проектов. Аналогичные решения компания уже успешно внедрила во многих муниципалитетах региона. На данный момент оборудование уже заказано, сейчас ждем его поставку. План выполнения работ будет согласован со службой благоустройства Десногорска, которая является заказчиком данного контракта. И без того масштабной работы дополнится реконструкция кабельной сети города. Под кураторством депутата Смоленской областной думы Михаила Лосенко была проведена инвентаризация всех кабельных линий мачт освещения. И поэтому у нас сейчас разработана муниципальная программа по реконструкции кабельных линий уличного освещения на 2020-2021 год в городе Десногорске. Таким образом обе программы капитального ремонта освещения будут проходить параллельно в одно время. И уж после этого Десногорск без сомнения выйдет из сумрака. Новая неделя, новый выпуск программы «Открытая власть». Мы рассказываем о том, что нового происходит в городе по инициативе администрации. Для того, чтобы вы были в курсе. В студии работал Олег Соловьев. До встречи в следующую пятницу в 8 вечера. Продолжение следует...